В эти выходные в поселке Кугесе встретились силачи из многих регионов Поволжья. В одном спортивном зале их объединил турнир по гиревому спорту на предзагазетах и бар. Пудовые снаряды поднимали не только юноши. Силой на этих соревнованиях мерилась и прекрасная половина. Причем девушки ничем не уступали молодым людям. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На земле русской еще не перевелись богатыри. И это вновь подтвердили соревнования по гиревому спорту. Силачи из разных регионов России и районов республики приехали сюда, чтобы сразиться за кубки и медали. Многие из них еще учатся в школе, но им уже по зубам тяжелые гири. Некоторые спортсмены поднимали их от пола, а потом и от груди более 140 раз. Сейчас я поднимал 2 по 12 килограмм, поднял 101 раз. А так я могу поднять 2 по 24 килограмм 35 раз. Геро у нас хорошая команда. Занятие спортом сам по себе хорошее. А это плюс выносливость, сила. Не отставали от молодых людей и девушки. Лиана Краснова из селояльщики этим видом спорта занимается давно. Говорит, что последовало примеру знакомых. Родной район Лианы всегда славился чемпионами престижных гиревых турниров. В багаже спортсменки множество побед. Правда, родители к этому увлечению относятся настороженно. Ругают, что я поднимаю. Но я сама хочу поднимать, не поднимаю. А вот Снежана Кириллова делает первые шаги в этом виде спорта. Она была признана самой юной участницей турнира и даже стала призером своей категории. Гиревой турнир на призы, газеты, хыбар для многих становится своеобразным трамплином большой спорт. Это очень важно и нужно. Журналисты, когда сегодня такое делают, это еще тем более значимо. Не только, скажем так, они теперь сами описывают, а теперь сами организовали. Вот это вообще здорово. Соревнования проводятся вот уже 30-й год подряд. И с каждым разом они только набирают популярность. Те, кто не поднялся на пьедестал сейчас, обещают приехать сюда и в следующем году, чтобы завоевать заветный кубок. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.